МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина о главных темах сегодня. Действует Диман. Угонщики такси рассказывают о криминальных подвигах и планах насчет водителя. Подвела оборона. Двое мужчин задержаны за изготовление, хранение и сбыт наркотиков. Речь о крупных размерах. Взялся за ремонт, а в итоге нарушил закон, разбил машину и поколешил ребенка. Подумаешь, выпили, даром прокатились, угнали и разбили у человека машину. Кажется, злоумышленники до сих пор не очень понимают серьезность своих поступков. Мы получили оперативное видео, на котором предприимчивые товарищи в подробностях рассказывают, где поймали такси, как в нем разместились и в какой момент решили избавиться от водителя. Напомню, ночью 21 января автомобиль «Шевроле Лачетти» вместе с угонщиками съехал в кювет. Девушка получила травму головы, а мужчины предприняли попытку убежать от полиции. Вот как им запомнилась эта поездка. Я сидел на пассажирском сидении, водитель сел здесь вот, за рулем. Сашка сзади него сидел, девочка рядом с ним сидела. Мы ехали, он, типа, ну, ему, говорит, водителю остановись, говорит, пойдем, Диман, выйдем. Вот мы с ним вышли, и он предложил, говорит, давай сейчас машину возьмем, говорит, знаешь, кому впулить. Я говорю, знаю. Все, он сзади сел, начал удушить. Вот так вот его рукой зажал, вот, ну, и сказал, давай, говорю, останавливайся по-хорошему. Телефон, он, на панели, чтобы позвонить никому не смог. Говорю, кинь телефон-то на панели. Большаков сидел здесь, сказал, спросил водителя, типа, где деньги лежат. А вот водитель откуда-то, вот отсюда, с той стороны панели, а, вот, бардачок, по-моему, он тот. Он говорит, давай, типа, Диман, вытаскай ключи и деньги бери, иначе, я говорю, зарежу тут. Все, я ключ вычислил, взял оттуда деньги, все, водитель вышел, Сашка пересел сюда, девчонка сидела сзади. Вот, Сашка завел, и мы поехали с ним. Что за жизнь, не знаешь, откуда ждать неприятностей. Будешь спокойно работать, на свою беду посадишь в машину бандитов, хорошо, если жив, останешься. Поймаешь попутку или такси, тоже неизвестно, на кого нарвешься, и доедешь ли до пункта назначения. Один совет, будьте осторожней, и, по крайней мере, не спорьте, здоровье, как разбитый автомобиль, не починишь. Серьезные прорехи в обороне нашли сотрудники управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Двое сотрудников оборонного предприятия задержаны по подозрению в наркоторговле. Мужчины 27 и 30 лет, судя по всему, направлялись на очередную встречу с клиентом. При обыске оперативники обнаружили не только амфетамин. Пять пакетов с марихуаной находились в автомобиле «Лада Приора» и на антресолях в прихожей квартиры на улице Татарской. Совокупный вес изъятого каннабиса составил 2,885 кг. Один из дилеров уже был судим за подобный промысел. Именно он привозил амфетамин из Москвы и по частям передавал его товарищу для перепродажи. А вот незаконным агрономическим бизнесом занимались вместе. Марихуану вырастили в Спасском районе и еще с осени позаботились о заготовках. Оба являются потребителями. Группа лиц, предварительный сговор, крупные размеры и хранение – все это не на пользу задержанным. Разве что появится время отвыкнуть от пагубной привычки. ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЕ В ушах наушники, глаза в гаджет и независимо от наличия перехода или светофора идут где нравится, совершенно не делая скидку на то, что если пропустил один, второй может выскочить и не заметить. Участник инцидента, произошедшего в воскресенье на улице Грибоедова, вообще не имеет водительских прав. 21-летний курсант военного училища ремонтировал автомобиль друга, а в качестве способа проверить результат работы решил прокатиться на доверенных «Жигулях». Молодой человек проехал на запрещающий сигнал светофора, увидел в зеркале заднего вида патрульную машину и не придумал ничего лучше, чем оторваться. Но маневр не удался, при обгоне водитель не справился с управлением и влетел в «Тойоту». Курсант с ушибом позвоночника был помещен в военный госпиталь, а пострадавшим пассажиром на марке оказался 6-летний малыш. Ребенок сидел сзади без детского удерживающего устройства. С переломом носа и ссадинами мальчика доставили в больницу. Хочется верить, что оба водителя сделали соответствующие выводы. В Советском Союзе секса, религии и демократии не было. А если случалось что-то скандальное, об этом власть предпочитала умалчивать. Одним из таких закрытых дел, о которых мы узнаем спустя долгие годы, было расследование серии убийств, произошедших в Ульяновской и соседних снеобластях на рубеже 60-х-70-х годов прошлого века. Это был последний мартовский день 68-го года. Две сестренки долго спорили, кто из них наденет подаренные часики, чтобы нарядно навестить маму в больнице. Судьбу украшения и, собственно, одну из девочек решила детская считалочка. В это время законопослушный гражданин Анатолий Уткин отправляется в очередной рейс. Он вадил больше грузы. Довольно редкий по тем временам седельный тягач «Колхида». 14-летняя Лиза торопилась. Казалось, нет ничего страшного в том, что ее подвезет добрый дядя. По пути Уткин остановился, якобы забрахлил мотор. Что произошло дальше, понять нетрудно. Уткин не хотел в тюрьму и решил избавиться от жертвы. Труп девочки он отвез за 300 километров и там спрятал, но труп был обнаружен. Убийца оказался фетишистом. На память о первой жертве он оставил себе те самые часики, а также одежду и сумку с продуктами. Через несколько месяцев похожая судьба ожидала 17-летнюю Валю. Преступник даже не стал прятать тело, просто бросил его, как тряпичную куклу. Понадобится 4 долгих года и несколько человеческих жизней, прежде чем к расследованию подключится генеральная прокуратура. Несмотря на схожий почерк преступлений, каждое исчезновение и убийство проходило по разным делам. Было ясно, маньяк работает на трассе и часто прямо в кабине машины, но умело заметает следы. Два раза он нападал на женщин и пытался их изнасиловать, но женщины оказывали яростное сопротивление, и таким образом ему не давалось это сделать, женщины убегали. И вдруг преступник меняет тактику. Он уже не полагается на случай, а сам ведет активные поиски жертвы. Теперь в его действиях меньше экспромта. Люба Строганова спешила на свидание. Ее жених жил в доме напротив. Встречались всегда на нейтральной территории, прямо во дворе. Девушка не успела сделать и нескольких шагов от подъезда, как почувствовала на шее холодное лезвие ножа. Ей хватило сил закричать и вернуться в подъезд. За обидчиком тут же погнался сосед, но преступник оказался быстрее. Врачи не решали сделать прогнозов относительно потерпевшей. Организм оказался сильным, жертва выжила. А недоведенное до конца дело заставило злодея затаиться на долгие месяцы, отчего жажда крови только росла. В общей сложности Уткин убьет 9 человек. Это девочки, женщины и один мужчина. Ни следователи, ни врачи так и не смогут ответить, откуда эта жестокость. Чтобы избавиться от беременности, мать будущего маньяка обратилась к ворожею. Но сомнительные труды колдуньи оказались напрасными. Ребенок все-таки родился. Анатолий Уткин родился в семье ветерана Отечественной войны. Но отец, в общем-то, хоть и женился на молодой женщине, он, тем не менее, почему-то не хотел детей. В какой-то момент Уткин почувствовал, что пора залечь на дно. И выбрал для этого весьма специфический способ. Он совершил уличное ограбление и с легкостью дал себя задержать сотрудникам милиции. Он провел на нарах более трех лет. И за этот период новых жестоких убийств в Ульяновске зафиксировано не было. Между тем, в местах заключения он постоянно нарушал установленный режим. И не проявлял стремлений выйти за ворота из правительно-трудовой колонии условно-досрочно. Убийца вышел на свободу в 1972 году и сразу отправился на подвиги. Но то ли растерялся на ровку, то ли жертва оказалась не из робких, попытка изнасилования и убийства не удалась. Кто бы мог представить, что поступает с женщинами и девушками таким образом? Маньяк всерьез задумается о создании семьи. Избранница снимала квартиру в доме его родителей и, на удивление Уткина, не торопилась под венец. Однако и заявление о пороганной чести почему-то в милицию не понесла. К счастью, на этом ее злоключения закончились. В действиях преступника вообще произошел перелом. Теперь он нападал в основном ради наживы. Барышская, бывшая Гурьевская фабрика – одно из старейших предприятий в области. Суконная фабрика имени Гладышева. Основана в 1825 году помещиком Кротковым. Нагануне отмены крепостного права фабрика перешла в руки купца Акчурина, который вместо ручных, предельных и ткацких станков стал применять механические станки, паровой двигатель и труд наемных рабочих. В свое время – самое передовое производство. Современное оборудование, новаторские формы организации труда, хорошие бытовые условия. Все это позволяло коллективу вырабатывать тканей больше, чем на 100 миллионов рублей в год. Именно на Барышской фабрике работала кассирша Валентина Исаева, последняя жертва маньяка. Накануне она получила крупную сумму денег для выдачи работникам конного двора и гаража. И изнасилов, убив эту кассиршу, он обнаружил у нее в сумочке ключи. Это ключи были от ее кабинета, где он, как понимал, должен быть сейф с деньгами. Но одно дело – ключ, и совсем другое – сложный шифр. Озлобленный до предела неудачи, он смог забрать только зарплату своей жертвы, которую нашел в сумочке. Следователи обнаружат на теле погибшей более 14 ножевых ран. Преступник понимает, он изрядно наследил. И решается на серьезный и довольно глупый с точки зрения здравого смысла шаг. Он решил поджечь эту кассу. Он принес туда ведро горючей жидкости. И из этого ведра, ведро солярки было, он облил помещение кассы, поджег его, но когда убегал, он не стал брать с собой ведро. Жестокий и расчетливый маньяк совсем забыл одну важную деталь. Когда-то на дне ведра он выбил свою фамилию – Уткин. И когда следственная оперативная группа прибыла на место происшествия, обнаружили ведро, в котором были следы солярки, и, осмотрев это ведро, увидели фамилию. Обыск в доме Уткина привел к поразительным результатам. Следствие получило в свое распоряжение улики, которые способствовали раскрытию сразу четырех преступлений. Кроме сумочки Исаевой, в доме обнаружили двуствольное охотничье ружье 16-го калибра, похищенное из караульного помещения фабрики 26 декабря 1972 года. Здесь же нашлись некоторые вещи, украденные при ночном ограблении одного из городских киосков «Союз Печати». Но самым большим сюрпризом стали найденные в жилище Уткина женские украшения, принадлежавшие, как установили позднее, погибшей жительнице Ульяновской области. Если начальство зоны характеризовало бывшего сидельца отрицательно, такие же отклики о нем были и в СИЗО, то в служебных характеристиках все с точностью да наоборот. В семье его тоже знали исключительно с хорошей стороны. К тому же, как выяснилось, Уткин успел несколько раз жениться и развестись, имел двоих собственных детей. Непроцессуальным участником заседания пришлось быть бригаде медиков скорой помощи. Близким погибших то и дело становилось плохо. Подсудимый вносил в это свою лепту, старательно имитируя психически больного человека. Уткин отчаянно боролся за свою жизнь, но при этом всегда точно и подробно рассказывал суть дела на местах происшествий. Адвокат заверял Анатолия Уткина, дадут лет 15, а в 45 уже выйдешь. Но учитывая тяжесть совершенных преступлений и последствия, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила приговор без изменения. 12 сентября 1975 года серийный убийца и насильник был расстрелян. Как шутит один из наших современников, некоторые имеют такой склад ума, что хоть сторожа нанимай. Будьте благоразумны, принимай решения, и тогда не придется отвечать за последствия. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин